Завершается работа летней выездной школы принимающих родителей. В пятый, заключительный день, семьи собрались в парковой зоне в городе Новошахтинске. Здесь с самого утра активно приступили к работе четыре площадки. А старшие ребята в сопровождении специалистов Центра помощи детям поехали в Новошахтинский филиал Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики имени Степанова познакомиться с профессиями, поучаствовать в мастер-классах и профориентационных занятиях. С Центром помощи детям сотрудничают многие структурные подразделения города, в том числе и частные организации. Например, сотрудники салона цветов «Букет для вас» провели удивительный флористический мастер-класс, где родители и дети научились создавать прекрасные букеты. А юные особы, благодаря визажисту и мастеру красоты бьюти-студии «Миледи», узнали, как пользоваться декоративной косметикой и делать красивый макияж. Тем временем, чтобы маленькие непоседы не заскучали, с ними занимались педагоги-психологи Центра помощи детям. Подвижные развивающие игры всегда будут в радость малышам. Пока дети заняты различными делами, родители имеют прекрасную возможность пообщаться друг с другом и получить социально-правовую помощь, которая им просто необходима. Социальные психологи Центра рассматривали правовые вопросы в виде игры «Что, где, когда». Ты много чего нового научишься, поделишься опытом обязательно, если что-то с кем-то, что-то свое подчеркнешь новое. Это, как правило, после школы, но у меня это уже восьмая школа. Мы все живем дружно, все дети у меня дружат, все взрослые, маленькие, все друг за другом ухаживают, помогают. Приемные детки, они отличаются от родных, они немножко себя, ну как сказать, избиты этой жизнью. И чтобы иногда их просто понять, надо как бы, ну лично я ставлю иногда себя на их место. Тогда мне проще их понимать, чтобы я сделала на их месте. И иногда все их поступки понимаешь, что они немножко и думают по-другому, и относятся к другому. И вот чтобы именно это как-то менять в другую сторону, знаете, надо жить вместе с ними. Жить этими проблемами, стараться глядеть на вещи так же, как они, чтобы потом дать отдельный совет. Сплачивает наши семьи, мы узнаем очень много нового здесь, делимся опытом. И вот эти правовые площадки очень полезны для нас тоже. Четвертый год подряд Новошахтинский центр помощи детям становится организатором летней выездной школы принимающих семей. И с каждым годом желающих поучаствовать в это мероприятие становится больше. Ведь главная задача школы – наладить контакт с родителями, внутри семьи и помочь в любых вопросах, с которыми сталкиваются принимающие родители. В такой неформальной обстановке родители раскрепощены. И они могут с нами поделиться своими переживаниями, своими опасениями. Потому что когда они приходят к нам в центр, они стесняются. А вот вы знаете, летняя школа, она дает возможность для раскрепощения и сплочения нашей дружной семьи. Каждый день школы был неповторим. Второй день проходил у нас в городе Шахты, семейно-развлекательном центре «Вулкан». Пока с детьми работали аниматоры, у них была возможность получить массу эмоций и впечатлений от игровой площадки батутов. Мы с родителями плодотворно поработали. У нас был шеринг, посвящен нравственному воспитанию приемных детей, а также организации семейного досуга. Третий день проходил в городе Новочеркасске. Мы играли с подростками в игру «Лазертак». Это тактическая игра, где дети учились дружить, быть единой целой командой. Также присутствовали родители, где с родителями велись индивидуальные консультации. Четвертый день, четверг проходил у нас. Родители в логопарке имели возможность насладиться прекрасным ландшафтным дизайном. Увидели красоты Ростовской области и смогли вместе приятно всей семьей провести время. По окончании школы все 22 семьи получат сертификат и коллаж из фотографий. Но на этом общение специалистов Центра помощи детям и принимающих родителей не заканчивается. Отдел сопровождения каждый день имеет возможность проводить индивидуальные консультации и занятия, как лично, так и в телефонном режиме, особенно в адаптационный период, который длится как минимум год. А те, кто уже справился с первыми трудностями адаптации, с удовольствием дают советы тем, кто только задумывается взять в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Вы знаете, терпением, терпения надо будет очень много. И всегда стараться понять их. Переделать в последнюю очередь, а в начале понять, почему. Терпение, доброта, любовь к детям обязательно. Без этого как бы... Вы счастливая? Я очень счастливая. Но если вы... Вот у меня моя семья 17 человек, это мои дети, это мои невестки, это мои внуки. И вот 17 человек это чисто моя семья. Как вы думаете, я счастливая? Я очень счастливая.